Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Павел Солосенков, я агроном-технолог компании Organica Complex. Я занимаюсь сопровождением большого количества сельхозтоваропредприятий с большим количеством банка земли. Мы занимаемся выращиванием различных сельскохозяйственных культур в разных регионах. Это Курская, Орловская, Воронежская, Ростовская область и другие области Российской Федерации. Сегодня я хотел рассказать вам о выборе удобрений для сои, как это правильно сделать и почему органическое удобрение так важно для сои. Как правильно рассчитать экономику и важность несения органического удобрения. Расскажу вам короткий пример того, как мы три года выращиваем сою по сои, какие удобрения применяем, для чего мы это делаем, какую культуру сеем позже. Итак, после небольших расчетов, информация для вас такая. В течение трех лет мы вносим различные нормы и виды минеральных удобрений вместе с органикой, с гранулированным пометом. В течение трех лет в Курской области мы вносили 80 кг 16-16-16 нитромофоски в рядок, азот сульфат аммония до 200 кг в физическом весе, 150 кг в предпосевную культивацию мячной селитры и различные нормы органического удобрения гранулированного помета. В первый год мы внесли 200 кг органики в почву осенью. Объясню почему. Так как в почве практически всегда низкое содержание органического вещества, мы первый год ставку на органику как раз не делали и вносили ее для накопления. Для того, чтобы почвенные биоты, бактерии и грибы привыкли к тому, что мы вносим органику и начали скапливаться в гумусном слое, в почвенно-плодородном слое и начинали работать, повышать плодородие почвы. Второй сезон мы внесли 300 кг органического удобрения в почву осенью под заделку, под пашку. И на третий сезон 350 кг органики гранулированного помета. Что мы получили при этом? За три года на минеральное удобрение, на гектар, мы потратили 27 400 рублей. Урожайность в течение трех лет росла с 22 центнеров первый сезон, во втором получили 25. И в этот год, в 2023, в среднем 30 центнеров в Курске, составив урожайность сой. За три года мы собрали с гектар 7,5 тонн сой. Реализовав ее по цене в 35 рублей, мы получили выручку 262 500 рублей с гектара, что составило 87 500 рублей в год. При затратах на минерально-органическое питание 9 133 рубля. Вычтем прямые затраты, например, СЗР где-то в районе 10 тысяч рублей, получаем 65 тысяч за вычетных прямых затрат прибыли с гектара. Что нам дает органическое удобрение? Сою выращивать в течение трех лет выгодно. Органическое удобрение имеет накопительный эффект. И после трех лет возделывания сои мы получаем хороший экономический эффект от выращивания самой сои. Возможность посеять после сои горох практически без удобрений и получить высокий урожай, высокое качество по белку у гороха и продать его по хорошей цене. Снижение сокращения минеральных удобрений на зерновой группе, если сеем осенью, а зимой пшеницу или весной яровые. Очень хорошо себя показывает на таком поле после сои яровой ячмень, которому можно не давать практически никаких удобрений, кроме азотных, в виде карбамида, для того, чтобы получить хороший белок пивоваренного ячменя. В случае высева кукурузы мы получаем быстрый старт, хорошую корневую систему кукурузы и получаем повышенный урожай. Как именно сои реагирует на органическое удобрение? У сои образуются клубеньки. Для хорошего образования клубеньков нужен хороший PH почвы 6,5-7, нужен хороший гумус 6,5-7-3. И органическое удобрение в течение трех лет помогает подготовить почву и под сою, помогает подготовить почву под последующего предшественника. И в принципе возделывание сои путем применения гранулированного помета нам помогает получить хороший баланс почвы, где большое количество минерального питания, высокое содержание органического удобрения. А также мы видим эффект на последующих культурах, где мы можем дальше сокращать уже минеральное удобрение, добавлять тем самым органику в почву, что позволяет получить более дружные всходы. На ячмене получить большую крупность ячменя, как показывали опыты этого сезона, с органическим удобрением, но без азота урожайность была чуть выше. Но там, где было помет, но не было азотного удобрения, урожайность была чуть меньше, но качество ячменя было гораздо выше. Соответственно, для того, чтобы увидеть эффект, нужно тригонно вносить помет, постепенно снижать минеральное удобрение, увеличивая количество азотного удобрения, тем самым мы получим быстрые всходы, высокое качество продукции и хорошую экономику.